Здравствуйте! В эфире новости в студии Алмажана Мангельдинова. Сурдоперевод Светлана Слесарская. Коротко, а главное на сегодня. 4 миллиарда тенге на новое медицинское оборудование. Как в регионе решают вопросы нехватки кадров и качества медуслуг, обсудили в ходе областной коллегии здравоохранения. Очистить город от снега. В областном центре стартовали зимние субботники. Власти призывают кустанайцев не оставаться в стороне. Третий суперкубок. Футболисты команды Табол вернулись с громкой победой. В аэропорту игроков встречали громкими овациями. Под председательством Косможемарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы актуализации основных подходов к реализации стратегии национальной безопасности. Глава государства отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире. Президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению. Глава государства отметил, что вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности. По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы защиты национальных интересов и управления рисками национальной безопасности. Ход реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» рассмотрен на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что нацпроект предусматривает строительство 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизацию 32 многопрофильных центральных районных больниц, а также подготовку 1100 медработников для объектов сельского здравоохранения. Как отметил премьер-министр, в настоящее время имеет место затягивание экспертизы проектов. Кроме того, в области Олутау и Кустанайской области сдвигаются сроки строительства объектов. Олжас Бектенов подчеркнул, что вопрос реализации нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» неоднократно рассматривался в правительстве, но реальных положительных результатов пока нет. По его словам, в прошлом году Акиматы должны были обеспечить привязку типовых проектов к местности, но и эта работа не завершена. В целом, на текущий год только по 239 объектам готова проектная документация, из них лишь по 109 определены подрядчики. По остальным вопрос пока открыт. Вместе с тем, Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости привлечения отечественных производителей к поставкам мебели и строительных материалов для нацпроекта. В частности, фонд Самрук Казна и его дочерные организации должны активно закупать отечественные товары, услуги и поддерживать казахстанского товаропроизводителя. Привлекать специалистов, избавиться от кредиторской задолженности и не забывать о врачебной этике. В Кустанай состоялась областная коллегия здравоохранения. На совещании подвели итоги работы медицинской службы. Пригласили на разговор руководителей больницы, поликлиник, врачей и ветеранов сферы здравоохранения. Подробнее расскажем в следующем материале. Коллегия здравоохранения собрала руководителей, сотрудников всех медицинских организаций региона, а также ветеранов этого дела. Руководитель управления докладывает об итогах прошедшего года. Бюджет сферы составил почти 106 миллиардов тенге. Но при этом медорганизации по-прежнему испытывают трудности. Ежегодно растет показатель кредиторской задолженности. На сегодняшний день она есть в пяти организациях. На общую сумму чуть больше миллиарда тенге. Ситуацию необходимо исправлять. В прошлом году задолженность была в 28 организациях. 3,6 миллиарда тенге. В текущем году задолженность в 16 организациях. 3,5 миллиарда. То есть 12 медорганизаций закрыли задолженность. И вот сейчас выступал, так Биебед, Малин тоже сократили. Аргалов приводили пример, что сократили. За последние пять лет кредиторская задолженность увеличилась в пять раз. В пять раз. Ну, я понимаю причины, знаю досконально эту тему. Но вместе с тем наверняка можно предпринимать и проводить соответствующую работу по снижению кредиторской задолженности. Надо управлять этим процессом. Самый главный результат хорошей работы медицинской службы – это показатели здоровья населения. Чаще всего в регионе люди умирают от ишемической болезни сердца и инсульта. Такой диагноз в прошлом году услышали более 17 тысяч пациентов. Растет и число онкологических заболеваний. На первом месте рак молочной железы, потом колоректальный рак и рак легкого. Небольшая положительная динамика отмечается по показателю смертности от злокачественных наобразований. По итогам 2023 года составил 81,1 в сравнении с 22,82,1. Снижение на 1%. Заболеваемость злокачественными наобразованиями на 100 тысяч населения составил 330 целых в сравнении с 2022 годом 320,2. Рост на 3,12%. Увеличение выявляемости с злокачественным образованием связано с улучшением оказания медицинской помощи в области. Увеличилась плановая работа первичной медико-санитарной помощи, проведение скрининговых обследований, рост клиника диагностических услуг пациентам с подозрением на онкологические заболевания, соблюдение маршрутов и сроков расследования. В прошедшем году зарегистрировано два случая материнской смертности и целых 87 случаев смерти младенцев. Чтобы исправить ситуацию, улучшили материально-техническую базу. 13 врачей-неанатологов и акушер-гинекологов прошли обучение в зарубежных клиниках. В динамике за последние пять лет имеется тенденция к снижению рождаемости. В Кустанайской области по итогам года на тысячу населения составило 10,60. В абсолютных цифрах это 8878 новорожденных. В 2022 году 11,9503 новорожденных. Количество родов составило 9728. За 2022 год 11,205. На 1477 меньше, чем в 2022 году. По-прежнему сохраняется дефицит кадров. Несмотря на принимаемые меры в регионе, не хватает 248 человек. В том числе в сельской местности 74 специалиста. Мы постоянно ведем работу по привлечению медицинских кадров в наш область. Знаете, какие выплачиваются подъемные? Только за прошлый год подъемные получили 81 специалист. По поручению главы государства увеличивается заработная плата до 30%. Кроме того, за прошлый год более чем 70 работникам было предоставлено жилье. Особое внимание глава области уделил жалобам, которые поступают от населения. Чаще всего люди недовольны работой станции скорой помощи и Кустанайской городской больницей. Долгое ожидание, отказ в госпитализации, отсутствие медикаментов, а еще несоблюдение норм этики. Решать эти вопросы не должны на уровне службы поддержки пациентов при больницах. Но, как оказалось, работают они формально. Мы понимаем, что не всегда врачи виноваты, во всем понятно. Но есть и пациенты различные. Но вместе с тем, коль мы взяли за эту работу, надо улучшать. Любой пациент всегда прав. Любой пациент всегда прав. Поэтому надо делать все для того, чтобы пациенты были удовлетворены всей этой работой, которая проводится. Остановился глава области на фактах очень дорогостоящего ремонта больницы-поликлиник. Например, на одном из объектов один квадратный метр обошелся государством в один миллион тенге. Такие случаи непозволительны. Любовь Аплачкина, Олег Сытник, телеканал Кустанай. Бюджет города в прошлом году составил 117 миллиардов тенге. Эти средства направили на реконструкцию и строительство дорог, модернизацию освещения, благоустройство и отделение областного центра. В этом году работу по ряду направлений продолжат. Планируется ремонт 26 улиц. Кроме того, установят новые фонтаны и восстановят старые. В прошлом году средним ремонтом охватили около 60 улиц города. Привели в порядок и внутридворовые территории 53 дворов. Обновили асфальтовое покрытие, установили бордюры и создали новые парковочные места. На это затратили больше 1 миллиарда тенге. Также в прошлом году особое внимание уделили транспортной инфраструктуре. По реконструкции улиц Цифрового с подъездными путями к Притобольскому пару, вот здесь 4 проекта, протяженность 2,2 километра, с организацией автопарковочных мест на 280. Исполнение составляет 874 миллиона тенге. По реконструкции подъездной дороги к международному аэропорту Кустанай с северо-западной части города, протяженность 1,1 километра, освоено 839 миллионов тенге. Новая дорога позволит соединить микрорайон Юбилейный, Береке, Алтынорма, Кустанай-2 с микрорайоном аэропорт. Большую работу в прошлом году провели по облагоустройству города. Произведена реконструкция центрального сквера и двух памятников. На более чем 50 многоэтажках установлено декоративное освещение. Плюс ко всему отремонтировано 6 стационарных фонтана. Эту работу продолжат и в этом году. В 2024 году запланировано отремонтировать фонтанов на 281 миллион тенге, установить плавучий фонтан на реке Тобол на 27 миллионов тенге. Проведена работа по облагоустройству 32 дворовых площадок. Из них 18 детско-игровых и спортивных площадок на общую сумму 273 миллиона тенге. 14 дворовых площадок в рамках программы бюджетно-народного участия на сумму 256,8 миллиона тенге. Бюджетный план отдела ЖКХ выполнен на 99%, отмечают специалисты. Неосвоенными остались более 350 миллионов тенге. В сфере строительства остаток составил порядка 400 миллионов. По словам Акима Города, эти средства будут освоены в этом году. Самая главная цель какова? Чтобы эти объекты мы ввели. Соответственно, мы их введем. Этих средств у нас никто забирать не будет. Да, мы их не смогли в прошлом году. Там причину уже называли. Не освоить, но мы их в этом году освоим, и они будут работать на город. Но хочу сказать еще раз. В этом году планы такие. Реконструкция набережной Шагала. Продолжение там получается 750 метров до пляжа, до триатлона. Мы в этом году планируем это сделать. И потом триатлон у нас. Там два проекта, три проекта вернее. Завершаем мы ремонт, не ремонт, а строительство парковой зоны. Как раз-то это согласно проекту. Вот там будут пирсы завершены до конца, дорожки до конца, площадки спортивные, детские. В этом году на ремонт 26 улиц областного центра выделено более 1 миллиарда тенье. Также начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Юбилейный. Марат Джундубаев также отметил, что в этом году выделены средства на разработку проектно-сметной документации общегородского открытого футбольного стадиона. Айдана Папанина, Родион Бабич, телеканал Костанай. В областном центре идет массовая уборка снега. Таким образом, в областном центре стараются предотвратить паводок. До наступления весны остаются считанные дни. Поэтому к данной акции необходимо присоединиться всем. Наши корреспонденты тоже участвуют в субботнике. Как идет уборка? Спасибо, коллеги. Да, действительно, в Костанай проходит противопаводковый субботник. К уборке снега приступили подрядные организации, коммунальные службы, объекты образования, здравоохранения, ПКСК, волонтеры, ну и, конечно, жители областного центра. В этом году в регионе осадка выпала в несколько раз выше нормы. Есть угроза подтопления. При этом синоптики обещают теплую весну. А значит, риски прихода большой воды возрастают. Всего в уборке снега задействовано более 350 единиц различной спецтехники. Основные силы направлены на частный сектор. В зоне риска находятся около пяти участков. Очень хорошо, что облагораживает все, вывозит снег. Это же очень прекрасно, что ходить можно свободно, что ездить можно хорошо. Прекрасно просто, конечно, что все вовремя делают. То есть, заранее повеспокоятся о том, чтобы снег вывести, будет меньше в погребах будет воды. Тоже у нас погреба топит. В данный момент работает 21 единица самосвалов. Семь погрузчиков вывозят. Как видите, от Белинского и до крайней, седьмой проезд солнечный. Все проезды солнечные. В данный момент каждая из машин уже сделала по 12-13 рейсов. Вывезено около, где-то в среднем за вот этот день вывезено около пяти с половиной тысяч кубов. Снег вывозят не только с улиц, но и со дворов. Особенно там, где проживают пенсионеры. Руку помощи им протягивают волонтеры. Важно отметить, что субботник лично инспектирует таким. Кустанай Амараджун Дубаев призывает население проявить активность, чтобы с приходом тепла не стать заложниками стихии. Основной субботник продлится до конца недели, но свою работу подрядные организации продолжат и дальше. Студия. Спасибо, коллега. Ну а мы продолжаем. Спрос на изделия, одежду и предметы быта, выполненные в национальном стиле, год от года растет. Вместе с тем становится больше и тех, кто желает освоить ремесленное дело. Сельский библиотекарь Гульнур Яралиева несколько лет назад превратила пошив изделий в национальном стиле в дополнительный источник дохода. С тех пор свободное от работы время шьет постельное белье и одежду не только для семьи, но и для односельчан. Подробнее в следующем материале. Гульнур Яралиева, жительница села Ает, района Бимбета-Майлина. Женщина с детства увлекалась шитьем. Но превратить любимое ремесло в профессиональную деятельность решила недавно. Первым делом, говорит, прошла специальные курсы. Шью в свободное время, но в 2020 году, когда весь мир охватила пандемия, я решила пройти обучение и заниматься любимым делом профессионально. Но освоить секрет ремесла посредством только курса недостаточно. Важны математические способности. В пошиве корпей используют специальную формулу. Так я с точностью рассчитываю количество нужного материала и сколько узоров мне предстоит расшить. Сейчас, говорит мастерица, заказы поступают со всех регионов страны. Корпи и подушки в национальном стиле особенно востребованы среди молодых девушек. Подобные изделия приобретают для приданного. Немало и тех, кто предпочитает обновить домашнее убранство к приезду почетных гостей. Я заказала 8 корпей и 5 подушек. Доверяю мастеру и неоднократно видела, как она быстро, но главное аккуратно выполняет свою работу. Изделия получаются красивыми, работа выполнена качественно, часто приобретая их в подарок. Бульнурия Ралиева постоянно участвует в различных выставках района и области. Даже получила приглашение на республиканский фестиваль в Астану, где вместе с именитыми мастерами страны внесла свой вклад в новый рекорд Казахстана. Мы смогли достичь поставленной цели, сшили 15-метровый флаг и попали в книгу рекордов Гиннеса. Я очень рада, что стала частью данного события. Мы приобрели огромный опыт, к каждому получили памятные копки и благодарственные письма. Впереди у мастерицы большие планы. Получить государственный грант, открыть небольшой швейный цех и обеспечить работой женщин родного села. И, конечно же, не останавливаться на достигнутом Анель Пимичева, Кадроли Ахмедбек, телеканал «Костанай». Казахстанцы смогут проконтролировать качество новых учебников. Напомним, с 12 февраля текущего года проводятся общественные обсуждения вновь разработанных учебников. Поделиться конструктивным мнением представителей общественности и научно-педагогического сообщества по качеству содержания, структуры, методическим подходам, языку изложения и оформления учебников могут на специальном сайте. Здесь доступны вновь разработанные учебники для третьего класса трудовое обучение, изобразительное искусство, русский язык, иностранные языки. Для пятого, девятого классов глобальные компетенции, а также электронные учебники по предмету цифровая грамотность для третьего класса. Возможность принять участие в общественном обсуждении есть у представителей научно-педагогического сообщества, методистов, ученых, а также неравнодушных к качеству учебников казахстанцев. Ведомстве напомнили, что Республиканское научно-практическим центром экспертизы содержания образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработана специальная платформа для выбора учебников. Она предоставит возможность педагогам выбирать школьные учебники. Суперкубок наш! Обладатель Кубка Казахстана 2023 года Кустанайский Табол в минувшие выходные сразился в матче за Суперкубок страны, в котором обыграл действующего чемпиона Республики Шымкенский Ордобасы. Нынешний Суперкубок был историческим, поскольку впервые проходил за пределами Казахстана. Ордобасы и Табол сошлись на стадионе «Титаник» в Турецкой Анталии. Помимо первого официального трофея нового сезона казахстанской премьер-лиги, Табол заработал в этом матче 25 миллионов тенге призовых. С победителями встретилась Маргарита Иванова. В Кустанайском аэропорту сегодня шумно и многолюдно. И хотя рейсы запланированы самые обычные, зато пассажиры в них крайне примечательны. А примечательны они своими громкими спортивными победами. Несколько секунд назад приземлился самолет с обладателями Суперкубка Казахстана по футболу. Вот уже несколько дней все разговоры о них, народных любимцах, которые подарили такой фейерверк эмоций всем любителям футбола. Матч за Суперкубок – дело ответственное. Первый тайм проходил достаточно ровно и без особой опасности. Даже полумоментов команды не создавали. Тем не менее, в компенсированное время угловой эсхат Эдагибергена превратился в гол. Скидкой на дальнюю штангу воспользовался Евгений Макаренко, поразивший цель ударом в упор. На старте второй половины активнее был Табул, который сумел в итоге добиться своего. После углового Иван Мелодинович со второй попытки переправил мяч в сетку. Основное время команды закончили со счетом 1-1. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее были кустанайцы 5-4. Суперкубок Казахстана впервые в истории казахстанского футбола. Был международный масштаб в этом году. И, конечно, нам очень было тяжело играть за пределами страны. Но, несмотря ни на что, мы всегда чувствовали поддержку наших болельщиков. Хоть даже вдаль от дома мы чувствовали их просто сумасшедшую поддержку. Это, в первую очередь, победа наших болельщиков, победа руководства области, победа наших спонсоров, наших партнеров, всех тех, кто нас поддерживает. Это супер, это классно. На сегодняшний день, как я сейчас отметил, футбольный клуб Табул является брендом не только Кустанайской области, но и брендом Казахстана. Почему? Потому что вся Турция говорит про Табул, про победу Табула, про этот захватывающий матч. И я думаю, что именно эта победа нашего клуба придаст дополнительный импульс развитию футбола в Казахстане, развитию здорового образа жизни. И я думаю, что большие победы еще впереди. Милич Чурчич для Кустанайской команды не новичок. В прошлом году он уже занимал должность главного тренера команды. Проработав в клубе сезон, специалист уже успел привыкнуть к менталитету и обычаям здешнего футбола. Теперь ему вновь доверили встать у руля команды. Осознавая груз ответственности перед болельщиками клуба, в неспешной беседе с нашей съемочной группой тренер обещает не подкачать. Очень важна победа, потому что начинайся шампионат, победа за город, за область города, за болельщики, это бола. И конечно, нам важно на психологическом команде, потому что начинайся шампионат, новый сезон, нова команда. Будет интересно много, хороших команды есть. Я думаю, что будет точный интересный шампионат. Нам нужно работать много, 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 потому что новую команду создаваем. Слава Богу, выиграли супер кубок и надеюсь, что наши болельщики будут довольны. Будем показать хороший кубок, будем стараться. Чувствуем мощь и серьезность, потому что, особенно, что нам нужно сделать шаг период и что же было лучше, чем в прошлом году. Поэтому, я думаю, что хорошее начало сейчас уже супер кубок выиграли. Ответственность есть тоже, потому что много команды поменяли. Новая команда создается и интересная команда, очень интересная, много качественных футболистов, хороших футболистов, которые играли в Европе. Но все разные, все разные, и как люди, и как спортсмены. Но хорошая атмосфера и так должна быть позитивная энергия. Табул в третий раз в истории выиграл супер кубок Казахстана по футболу. Все эти титулы команда завоевала за четыре последних сезона. Футболисты, комментируя исход матча, отметят, что посвящают эту победу болельщикам. Мы очень счастливы, что у нас получилось выиграть супер кубок. Это, как все мы уже говорили, постоянно было два финала. Но я думаю, самый важный финал мы выиграли, забрали. И победу посвящаем всем болельщикам, нашему всему городу, в преддверии нашего чемпионата. Пусть это будет такой заряд эмоций и энергии от нашей команды. Болельщики, в свою очередь, тоже не скупятся на эмоции. Они готовы неустанно скандировать в адрес народных любимцев простую, но очень емкую фразу. Это город желто-зеленый! Однако, как бы ни был сладок вкус победы, пребывать долго в эйфории ребятам точно не удастся. Как известно, сезон в чемпионате Казахстана стартует 1 марта. А это значит, что у клуба впереди много работы, чтобы доказать свое первенство на футбольном олимпе страны. Маргарита Иванова, Олег Сытник, телеканал Костана. На этом все. До встречи.